Всем привет, с вами Fallfire. Примерно раз в год я снимаю видео для тех, кто не знаком с авиацией, но в перспективе собирается обуздать эту стихию и дойти до топовых реактивных самолётов. В данном видео я расскажу кратко про все страны, а также покажу, как обстоят дела на топовых рангах, в данном случае уже на восьмом. Начнём с выбора наций. Для многих это становится первой проблемой, потому что есть страх потратить своё драгоценное время на сложные восстановления самолёта и остановиться где-то на полупути. Игра сейчас предоставляет такой обширный выбор, что можно даже потеряться. В наличии имеется 10 стран. Большинство из них предлагает пройти долгий путь от начальных поршневых истребителей до реактивных, и только Израиль этот путь сокращает до 5 самолётов, но сразу эта страна вам будет недоступна. Я всегда всем советую начать с США, потому что одно из достоинств американской авиации состоит в том, что практически у каждого самолёта имеется подвесное вооружение, которое поможет вам выиграть бой. То есть, если вы, к примеру, когда-то захотите прокачать танки, то у вас уже будет на чём поштурмить. Либо можно одновременно прокачивать танки и самолёты, что очень удобно, но это действует только для режимов РБ и СБ. Танковый аркадий вам даётся рандомный самолёт. В совместных боях сейчас хватает штурмовиков, но можно прокачивать самолёты и в авиационных режимах. Так как мы постоянно будем встречать вражеские истребители, то стоит поговорить о тактике боя и о тех самолётов, которые просты в применении. Первые ранги на самом деле выкачиваются быстро, особенно если вы возьмёте прем самолёт. Один из самых простых будет А6М2. Это японский трофейный истребитель. Не быстрый, но очень манёвренный самолёт. Главное, не ходите на нём в лобовые, иначе будете гореть как спичка. Если задача стоит прокачать ветку без премов, то лучшим перворанговым истребителем будет А2А2 Баффало. Это небольшой самолёт с четырьмя пулемётами, очень манёвренный и отлично подходит на роль начального самолёта. Затем можно переходить к Вайлдкету. По геймплею всё то же самое, только на два пулемёта больше. После F-4F нас ожидает F-4U Corsair. По сравнению с Вайлдкетом Corsair будет намного быстрее, но уже уступает по манёвренности. Чуть сложнее играется P-47 Thunderbolt. Истребитель больше подходит для штурмовки. Для этого у него есть 8 крупнокалиберных пулемётов и хорошая ракетно-бомбовая загрузка. Thunderbolt самолёт тяжёлый. Он может быстро довернуть до противника, но только когда у него есть скорость. Затем выиграть дуэль становится проблематично. F-6 Hellcat. ПЛТХ ближе всего к Вайлдкету. Самолёт отлично маневрирует, может подвесить пару бомб, но это будет не самый быстрый самолёт на этом боере. P-51 Mustang. Это средний ПЛТХ самолёт. Если выбирать лучшие серии П-51, то я бы советовал либо Твин Мустанг F-82Е, либо послевоенный H5NA. Твин Мустанг обладает скорострельными пулемётами М3 и может взять две бомбы по 2000 фунтов, а послевоенный Мустанг динамичный поршневый истребитель. Также неплохо смотрится пушечный П-51. Из ранних истребителей неплохо отыгрывает П-38. Несмотря на то, что это двухмоторник, у него хорошая маневренность, скороподвемность и вооружение. А вот П-400 и серия двух П-39 потребуют от вас точной стрельбы, а лучше ещё разделить стрельбу пулемётом и пушкой. Но я советую к ним вернуться, когда у вас будет опыт. То же самое касается П-40. Самолёт медленный, наступает многим в манёвренности, хоть и вооружён шестью пулемётами и может нести бомбы. Для штурмовки могу выделить П-63-C5 и П-63А-10. У этих кинкобр хорошая ЛТХ, есть 3 бомбы по 500 фунтов, но опять же вам потребуется раздельная стрельба и опыт. Летку бомбардировщиков можете пропустить. Без опыта, опять же, вы будете постоянно терять самолёты. Хотя есть, к примеру, ПБМ-1 Маринер. Это очень крепкий самолёт. Для штурмовки отлично подойдёт СБ-2Ц Хеллдайвер. У самолёта отличная маневренность, мощные 20-мм пушки и хорошее подвесное вооружение. На нём можно дать отпор любому истребителю. Дальше идёт два ПБДЖ. Медленные, но хорошо вооружённые штурмовики. Один из которых обладает 75-метровой пушкой. Вот только применить её будет сложно. У ПБДЖ очень быстро происходит затяжеление рулей. Не успеете на нём разогнаться, как он уже становится неуправляемым. П-61. Отличный самолёт для воздушного боя и для штурмовки. Мощные пушки разрубят любой самолёт пополам, а турель спасёт вас от неприятностей на высоте. А-26 самолёты для нанесения быстрых ударов по наземке. Хорошая бомба, неплохая скорость. Есть пара стрелков, но самолёт будет для нового игрока неудобным. Для штурмовки рангом повыше отлично подходят АД-2 и АД-4, а также стоящие перед ними АМ-1. Серия Ф-8Ф Биркетт. Неплохие истребители. А вот идущий следом Тайгеркетт уже страдает от реактивов, поэтому на нём будет тяжко. После того, как вы откроете и полетаете на всех этих самолётах, вам станут доступны первые реактивные истребители. Геймплей на них отличается от поршневых самолётов. Для начала лучше полетать на F-80 и на F-3D, опробовать пушки, протестировать пулемёты Браунинга и посмотреть, как летают реактивы. Потому что пулемётных реактивных истребителей у США хватает. К примеру, на F-84 и на F-86 ставятся пулемёты М-3. Вы их должны помнить по Тин Мустангу. В серии американских Сейберов будет только F-86 F-2, вот он идёт с пушками. Для тренировки и стрельбы это идеальный самолёт. F-104 для нового пилота будет испытание, потому что хоть он и быстрый реактив, но вести бой на нём будет непросто. Вам предстоит всё время играть от скорости. Серия палубных реактивных истребителей представляет из себя манёвренные, но не быстрые самолёты. Хугар и Демон от них уже отличаются. Именно на них можно уже потренироваться пускать ракеты воздух-воздух. На Хугар подвешиваются 4 АМ-9Б, это самые первые ракеты воздух-воздух, а на Демон можно уже подвесить АМ-7Ц. У них наведение через РЛС. Подробно об этом я рассказывал в двух видео, про то, как выворачиваться от ракет и как настроить радар. Советую их глянуть. F-8 это хрустальные самолёты. Они рвутся от резких манёвров и достаточно сложные в освоении, но по эффективности неплохие. После того, как вы примерно поймёте, как вести бой на реактивах, можете уже для себя открыть Супер Сейбер и Фантом. Там вы впервые попробуете управляем ракетой АГМ-12 Булл Пап. Для уничтожения танков это отличный вариант, но если брать лояльный Бэйр, то лучше взять полковой Скайхок. Ну а лучшим Фантомом на данный момент для ведения воздушного боя в ветке США будет модификация J. Всё из-за Доплера. А-4 и его палубная версия Фьюри представляют из себя штурмовяков. Их можно применять как истребитель, но из подвесов там доступны всё лишь две ракеты АМ-9Б. Самолёт также может порваться от большой нагрузки на крыло. Харьер – это самолёт для опытных пилотов. Без умения использовать вектор тяги вы будете проигрывать. А-10 и А-7 – это штурмовики. Ветки США они будут отличным дополнением к танкам. А-7Е, к примеру, может работать с большой высоты, скидывая управляемые бомбы. А-10 может взять собой АГМ-65Д. Это маврики с ЭК-наведением. То есть в ночное время суток они смогут навестись на танки. Тем более у Тандерболта имеется мощная 30-мм пушка ГАУ-8 и всеракурсные ракеты. Ф-5 – это уже лёгкий реактивный истребитель. И у стезя это манёвренные бои. Он отлично доворачивает до противника и сбивает в основном с курсового вооружения. Напоследок я оставил топы. Ф-16 и Ф-14. Это то, к чему все стремятся. На данный момент им отлично живётся. Ф-14 – это самолёт для дальнего воздушного боя. Вы можете брать с собой фениксы, закидывать их в начале боя и кто-нибудь-то на них напорится. Либо собрать эффективный набор, состоящий из шести АМ-7Ф. У Томкета – хорошая манёвренность. На разложенном крыле он может потягаться со многими реактивами. Но для понимания, где это нужно использовать, потребуется опыт. Ф-16 в плане геймплея будет попроще. От крыла подвешиваются все ракурсные ракеты для ближнего боя и две АМ-7 для средних дистанций. У самолёта – отличная скорость, манёвренность и скороподъёмность. Решает только затяжение рулей на большой скорости. В ветке США F-16 представлены в двух модификациях. Это перехватчик и ударный самолёт. Перехватчик идёт под индексом АДФ. Что насчёт премов, то, как я уже говорил, для начала подойдёт А6М2. Можно взять Фридриха, но Фридрих будет чуть посложнее. Для средних рангов подойдёт Спитфайр, а для штурмовки – А38 или А2Д. Для прокачки топов – либо Ф-5, либо А6. Трам универсальный, потому что он способен не только сбивать истребителей, но и выбрасывать на танки кучу бомб с лазерным наведением. А Ф-5 – это лёгкий истребитель, который научит вас боям на топ-тире. Но поначалу будет сложно. Далее рассмотрим ветку Советского Союза. Из первых рангов идяется И-153 Чайка. Это самый сильный биплан. С его помощью можно начать прокачивать ветку истребителей, особенно если первый бой вы провели за Советский Союз. Тогда вам в подарок упадёт Чайка Жуковского. Чайка перекручивает любой поршневый самолёт, за исключением только Ки-27, но учитывая, что это первый ранг, то опытных пилотов не так много. На роль штурмовика отлично подойдёт Як-2К. Хорошая маневренность, где 20-м пушки Швак и 4 бомбы ФАП-100. Но самым лучшим будет, конечно же, Ил-2. На 2.3 и на 3.0 это не только опасный штурмовик, но и истребитель. На скорости Ил-2 доворачивает до любого противника, а две пушки спокойно управятся с любым истребителем. Если рассматривать другие ветки, то они усеяны истребителями. Лаг-3 советую пропускать. Это тяжёлый самолёт, который кроме скорости и вооружения ничего не имеет. Яки намного легче и манёвреннее. Неплохим вариантом будет МиГ-3 со Шваками. Не так давно ему увеличили боекомплект пушек. И-16 тоже лучше пропустить. Несмотря на высокую маневренность, самолёт не выделяется по скорости. А вот Ла-5 это уже быстрый и манёвренный истребитель. Но существует проблема с затяжелением рулей на больших скоростях. То же самое касается и Пала-7. И-185 хороший быстрый истребитель. С подвесным вооружением в виде двух бомб по 250 кг или 4 по 100 кг. Несмотря на неплохую управляемость, в манёвренный бой лучше не вступать. За ним идёт И-225. Про него можно сказать то же самое. На скорости, как и у Ла-5, начинается дубить рули и мы превращаемся в летающее бревно. Из бомбардировщиков выделяется только П-8 за счёт ультимативной бомбы ФА-5000. И Ту-2, потому что это быстрый самолёт с хорошей бомбовой нагрузкой. Из Яков отличными истребителями будут Яг-3П, Яг-3У и Яг-1Б. А вот Яг-9Б способен нести 4 бомбы по 100 кг, что отлично подходит на роль штурмовика. Яг-9Т и Яг-9К обладают крупнокалиберными пушками, что также могут работать по танкам. Ну а Яг-9П и Яг-9УТ имеют возможность установки пушек разных калибров. Но лучше на этом ранге задействовать Ла-9. У него отличная скорость, маневренность и 4 мощных пушки. Л-10 это улучшенная ПЛТХ-версия Ил-2. Самолёт получился быстрее, но снизилось количество подвесного вооружения. Как штурмовик, на их фоне лучше выглядит Су-6 с двигателем М-71. Теперь, что насчёт первых реактивных истребителей. У вас есть выбор между Яг-15, Мег-9 и Су-9. Яг-15 это фактически переделанный Яг-3 под реактивный двигатель. Очень манёвренный самолёт, но не быстрый. Латор остался на уровне поршнёвого истребителя. Причём не самого топового. Мег-9 медленно набирает свою скорость, но если разгонится, то догнать его будет сложно. Он отлично доворачивает до противника, но опять же теряет скорость. И если вы промахнётесь, то дальнейшая дуэль будет не в вашу пользу. Су-9 тоже не самый быстрый, но маневренность у него намного лучше. И что главное, он единственный из всех, кто может таскать с собой бомбы. У вас советов на этом Берри провал по штурмовикам. Ближайший самолёт с бомбами это только Ил-28Ш или премиумный Су-11. Остальные это исключительно истребители. Советую вам идти по пути Мигов. Это хорошие самолёты, но вам придётся порёкнуть их к баллистике пушек. Яг-23 такой же манёвренный, как и предыдущие Яги, но флаттер и скорость значительно подросла. Яг-30 напоминает МиГ-15, только со слабым двигателем. А Яг-38М очень сложный в освоении самолёт, с которым справится далеко не каждый. Ладивисте один из самых быстрых самолётов на своём БРе, но он тяжёлый и маневренность у него так себе. Су-7 очень динамичный самолёт. Имеет две отличные 30-мм пушки и может в манёвренный бой. Уставившимся в Рыжа, к примеру, перекручивает большую часть истребителей. Тем более, может ещё и в штурмовку. МиГ-19 примерно такой же по геймплею истребитель, только вам выдают ещё две ракеты воздух-воздух. Но это ранние ракеты, так что толку от них будет мало. МиГ-21F-13 обладает такими же бесполезными ВВшками и только одной 30-мм пушкой. Управляется легче, но в манёврах быстро теряет скорость и в итоге проигрывает дуэль. Лучшие дела обстоят у МиГ-21СМТ и у МиГ-21БИС. У СМТ появляется ЛТЦ, а у БИС – все ракурсные ракеты. На топовом ранге из штурмовиков можно выделить МиГ-27К. Самолёт способен применить управляемое вооружение и наводится это всё с помощью подвесного прицельного контейнера. Су-25 можно назвать продолжением легендарного ИФ-2. Но кроме нашего острого зрения, из прицельных систем ничего нет, поэтому больше часа времени вы будете проводить поисков целей на земле. На самом деле, неплохой штурмовик, если вы знаете, где находится противник. Особенно сейчас, когда отодвинули большую часть ЗРК. Су-17, Су-22 и МиГ-23М не советую. Для авиационного режима лучше подойдёт МиГ-23МЛД и его премиумный аналог МиГ-23МЛ. В топе на данный момент стоит МиГ-29. Но кроме ракет Р-27Р, на шлемной системе целеуказания и мощных двигателей особо интереса он не представляет. Сейчас в АВР-Б ту же эффективность можно получить, летая на МиГ-23МЛД. Только 23-й будет по резвее манёврах на большой скорости. Что насчёт премов, то для начальных рангов подойдёт Тандерболт. Если будет акция, советую взять ещё Кобру Покрышкина. Из реактивов советую брать Су-11. Это один из самых простых самолётов. МиГ-21С за счёт мощного двигателя тоже может неплохо раздать. И, если вы уверены в своих силах, то МиГ-23МЛ. Ветка Германии выглядит уже скромнее по реактивам, но всё ещё большая по прыжневым самолётам. Советую начать свой путь с Мистер Шмидта БФ-109. Это отличные самолёты по ЛТХ, которые могут вас научить воздушному бою. Затем можно перейти на Фоке-Ульфы. Самолёт тяжелее, быстрее и лучше вооружен. Последние модели ТА-152 отличаются хорошей маневренностью и возможностью вести бой на больших высотах. 110-ки и 410-ки подходят больше для штурмовки. Также не стоит забывать про Хеншель. При должном прикрытии он может уничтожить много танков. А вот Юнкерс-87 это медленный пикировщик. В основном вас будет забивать из-за того, что вы попросту не сможете ни от кого убежать. Опасность представляет только серия Д-5, которая вооружена 20-мм пушками. Штука способна неплохо маневрировать на скорости. И дав лобовую, противник часто не ожидает, что вы будете с пушечным вооружением. Не советую только использовать серию Г, что с 37-мм пушками замучаетесь уничтожать танки. Дройне 335 представляет из себя быстрый перехватчик. Маневренностью стали отживать лучшего, но благодаря хорошей скорости можно просто уйти от преследования. В штурмовке может помочь 30-мм пушка, а также подвесные бомбы. Из бомбардировщиков можно прокачать Мессершмейт-264 и Хенкель-177. Мешка будет опасным самолетом за счет вооружения, а Хенкель может подарить вам уникальный геймплей с управляемым бомбами 30-х. Далее следуют уже реактивные истребители. Мейт-262 будет предпочтительнее. Это средние полутеха самолета, которые долго набирают скорость в горизонте и имеют неплохую маневренность. 30-мм пушки МК-108 обладают не самой лучшей баллистикой, и к ним нужно еще привыкать. Но зато у них отличный урон. Хенкель-162 это проворный реактивный истребитель. Его боевой рейтинг значительно ниже, чем у других реактивов. Для новых пилотов это точно не самый лучший выбор, потому что истребителю всегда требуется скорость, а любой маневр значительно ее снижает. Рада-234Б2 это беззубый реактивный бомбардировщик. Беззубый, в плане того, что у него нет никого вооружения, кроме бомб. Для совместных еще пойдет, но в авиационных режимах брать его не стоит. Еще один штурмовик будет Пунктир Шторор. 50-мм пушка и 32 снаряда в запасе дают хорошую возможность позаривать танки. ПУТХ он такой же как МЕ-262. Хортон-229 или ГОТО-229 летающее крыло. Шикарная маневренность, неплохая динамика, но есть проблемы с управлением. Так как у нас по факту нет рулей направления, то довернуть до противника порой непросто. Самолет интересный, может кстати штурмовку. Далее следуют МИГи. Вы их уже можете знать по советской ветке. Только тут немного они другие. Пятнадцатый идет без изменений, а вот девятнашка обладает тремя пушками, но без ракет. Также имеется ЛИМ-5П, который представляет из себя МИГ-17 с ворсажной камерой сгорания. На нем заменили 37-мм пушку на 23-мм. Самолет неплохо себя чувствует в рандоме. Ракетный перехватчик Комета МИГ-263 это необычный самолет с топливом на 6 минут и с невероятной маневренностью. Такой самолет подойдет только для опытных пилотов, особенно вторая модификация, которая расположена аж на 87. ЦЛ-13 это Сейбры. Про них вы уже знаете из американской ветки. Затем идет Сайбердог, F-14 и Фантом без ракет средней дальности. Вся эта ветка, можно сказать, бессмысленна. Лучше вкачать МИГов и в топе получить МИГ-23 МЛА, который плюс-минус по геймплею будет такой же, как МЛД из советской ветки. Торнадо. Единственный штурмовик на топ-тере. Обладает четырьмя бомбами с лазерным наведением и прицелем к контейнерам с тепловизором. У немцев, кстати, большие проблемы по штурмовикам. На 9.7 есть, к примеру, только МИГ-23 БН. А до этого нам придется штурмить на Г-11 с нордов, которые сейчас нужно ввести прямо в цель. И то не факт, что вы уничтожите танк. Есть еще Тандер Стрейк, но по ЛТХ он ужасен. По прямам советую взять Ил-2 и Як-1Б. Для штурмовки средних рангов подойдет дрене 30-35 Б2. Неплохим вариантом также будет Юнкерс 288. У него хорошая скорость, мощное оборонительное вооружение и крупные бомбы. Из топовых премов из ПСК сейчас не самый лучший выбор. Если и брать реактивы, то МИГ-21 Лазурь-М. Это точно копия МИГ-21 БИС. В Британии на первом ранге особо выделить нечего. Поэтому советую прокачивать спидфайры. Это маневренные истребители. Не самые быстрые, но комфортные за счет управления. Для штурмовки начальных рангов подойдет Хоррикейн с РП-3. Сейчас, конечно, кидать их сложнее, но тем не менее их 8 штук. Выше ПБРов на роль штурмовика подойдет Фаерфлай и Фаербренд. Если рассматривать дедку истребителей, то Тайфун это быстрый самолет, но не такой маневренный, как Спидфайр. Дальше идет продолжение ветки Темпест Марк-5 и Марк-2. Тоже очень быстрые истребители. Из бомбардировщиков особо выделить нечего. Баффайтер это быстрый, тяжело врушенный двухмоторник, но не такой маневренный, как другие. То же самое можно сказать и про Москита. Из них выделяется только Хорн. Вот этот самолет отличный по ОТХ. Из реактивов нас встречают Вампир, Метеоры, Атакер и Свифт. Вампиры и Метеоры это очень маневренные реактивы, но не самые быстрые. Атакер раньше можно было назвать хорошим штурмовиком за счет большого количества РП-3, но он уже давно утратил свою позицию. Да и как истребитель он не самый лучший вариант. Большую часть времени вам придется атаковать противника на проходе. Свифт динамичный реактив, но не такой маневренный, как его конкуренты. Вторая модификация идет уже с двумя ракетами Fireflash, который управляется в полуавтоматическом режиме. Веном это продолжение линейки Вампира. Примерно такой же самолет, только быстрее и на БР выше. Есть еще морской вариант с РЛС. Радар по большей части вам не пригодится, но зато у нас БР значительно ниже, хоть и самолет стал тяжелее. Hunter F-1 это быстрый бревнолет, а F-6 это такой же по ЛТХ, но только уже имеет 4 ракеты с рам. Подобные ракеты эффективны только на очень близком расстоянии, и без ЛТЦ он погибает быстро. Примерно так же, как и американский F-105 Thunder Chief. Skimetar. Динамичный реактив с возможностью штурмовки. Нам доступны управляемые ракеты Bullpup. Ну а дальше в ветке нас встречает один из двух линейных фантомов. Особо друг от друга они не отличаются. В наличии имеется ракеты Skyflash Dogfight, которые в паре с доплевским РЛС имеют неплохую эффективность, но все же радар несовершенен. От американских фантомов в британские отличаются более мощными двигателями. Jamelion и Lightning лучше пропустить. Harrier, как я уже говорил, требует опыта, а Jaguar будет средним по характеристикам самолетом. Первая модификация ничего себе не представляет, а вот вторая уже может подарить нам геймплей штурмовика с управляемым вооружением. За счет прицельного контейнера можно сбрасывать бомбы с лазерным наведением. Завершением в ветке будет Harrier GR-7. Отличный штурмовик и неплохой истребитель, если от нас не будет убегать только на сверхзвуке. Буконир не обладает курсовым вооружением, но несет огромное количество бомб и может взять АКМ-12 Bullpup. Завершение в ветке дается Торнадо. Бейстеры, но неповоротливый реактив с четырмя бомбами с лазерным наведением. Что к СМ и премов, то в начале можно взять Корсар, Мустанг или Хеллкет. Для штурмовки подойдет Виверна, а вот из-за реактивов тут уже все сложно. Севиксен будет исключительно с ракетным вооружением, у самолета нет пушек и не каждый игрок справится с таким геймплеем. Лайтнинг динамичный, но увы не маневренный истребитель и подойдет тоже не каждому. Но Харьер без ЛТЦ на БР-10 и 0 и с ракетами с РАМ, это еще то испытание. Япония – одна из самых легких стран в своей непоршневой авиации и сложная по реактивам и штурмовикам. На первом ренге имеется замечательный Ки-27, который крутится буквально на месте. Из штурмовиков это Ки-32, Б7Н, Б6Н и Б7Н. Только в отличие от других стран, на японских самолетах придется очень точно скидывать бомбы, потому что все они идут малого калибра. Из истребителей советую прокачать ветку А6М. Все японские самолеты обладают отличной управляемостью. Из этой ветки выделяется только J7V-1. Утка – не самый маневренный истребитель, но необычный по своему виду. Из легких истребителей можно еще выделить Ки-43 и Ки-44. Ки-61 чуть поскромнее в плане маневров, но все еще может дать отпор. Ну а о лучшем пол ТХ я считаю Ки-84. Из двух моторников имеется штурмовик Ки-109 с 75-метровой пушкой. Он имеет своеобразное управление и неэффективную заднюю турель. Шикарным по ЛТХ можно считать Ки-83. За счет мощных двигателей и шикарного вооружения, двух моторник отлично справляется с истребителями. Но и стоит перейти к скромной ветке реактивных истребителей. У Японии их действительно не так много. Первым вы скорее всего откроете Кику. Это упрощенная копия Мессершмитта 262. Настолько упрощенная, что в стоке у вас будет всего лишь одна 30-метровая пушка с б-комплектом в 50 снарядов. Далее последует ракетный перехватчик Ки-200. Та же копия Мессершмитта 262, но только с меньшим запасом по топливу и с японскими 30-ками. Р-2 ЮДОК это японский реактивный бомбардировщик. Хорошая скорость, неплохая маневренность, но все лишь одна 800-киограммовая бомба. Для штурмовки этого мало. Далее следует два Сэйбра, которые вы уже видели в американской ветке. F-4J без ОТЦ на 10.7 и Фантом. Первый из них будет без Доплера. Последний уже с АМ-9Л и радаром от F-16, что на данный момент лучше Фантом в игре. И два послевоенных японских реактива, тренировочный Т-2 и боевой F-1. Отличаются друг от друга наличием у последнего ракет АМ-9П и системы предупреждения об облучении. Что странно, ни у одного ни у другого нет контрмер, но по ОТХ особо они не выделяются. В маневре быстро сливают скорость и мало с кем могут пойти в дуэль. Из премов можно взять Корсары, Ки-100, АМ-7М1 и А6М-5Ко. По реактивам нас ждут копии, причем не самые лучшие. Япония, к тому же, единственная страна, у которой нет управленного подвесного вооружения. Так что в штурмовке на топ-тире она не преуспела. Китай. Тут тоже сборная солянка из всех самолетов, которые уже были у других стран. Интерес представляют только реактивы. К примеру, J-7Е с широким крылом или J-8Б. В Китае также имеется Q-5Л, это штурмовик с подвесным прицельным контейнером и бомбами с лазерным наведением. Ну и завершает ветку тайванский F-16. По прямам все просто, для поршневой авиации А6М-2 и Ки-84. Для реактивов подойдет А5С. А вот J-7Д будет непростым для новичков, за счет того, что в отличие от 21-го Мига, тут ракеты заднеракурсные. И требуется правильное позиционирование. А так по ОТХ это Миг-21МФ. Италия. На первом ранге имеется ЦР-32. После поднятия дамага пулеметом Бреда Сафат, это стал прям неплохой биплан. Что насчет прокачки, то советую прокачать всю ветку Маки, дойдя до Г-56. А также отдельно открыть СМ-91. Это прям лучший двухмоторник. Ветку бомбардировщиков можете не трогать. Отдельное внимание также заслуживает Риджана-2005. По реактивам нас опять преследует Вампир. Тандерджет и Тандерстрик не самые приятные в управлении самолеты. Отдельно идут два Г-91МФ, которые открываются Гатарю. Раньше это был очень комфортный реактив. Сейчас его эффективность зависит только от Вашего опыта. Ну а затем идут еще два Г-91МФ, которые что-то забыли на 9.3 и 9.7. Левая ветка идет опять по ЦЛ-13, Сайбру Догу и выводит нас на Ф-104. Поддого делы точно потребуют от Вас много опыта. Ну а заканчивается все на Ф-16, версии Перехватчика. И на Торнадо, про которое Вам уже рассказывал в немецкой и британских ветках. Они все по геймплею одинаковые. По прямам Speedfire, G-55С, БФ-109 Г-2 и еще можно взять из батлпасса БФ-109 Ф-4. Насчет реактивов тут нужно все обдумать, потому что Ариэта не самое простое в освоении, точно так же как и Ф-104. У Франции есть одна проблема. У многих ранних французских самолетов слабые двигатели. Поэтому из всех самолетов, что я советую вам прокачать, будет БР-693, потому что это отличный штурмовик. Также советую прокачать ПТ-630 и 631. Дальше стоит идти по американским самолетам. Хеллкэт, Хеллдайвер и Кинкобра. Также еще стоит открыть Speedfire, АД-4, Корсар и Беркет. Потому что МБ-157 это хороший ПЛТХ-истребитель, но у него мало снарядов для пушек. А ВБ-10 это прям самолет испытания. Единственное неплохой французский самолет это ВГ-33 Арсенал. Ветка бомбардировщиков тоже особо неинтересна. Но начальные реактивы это опять Тендерджет и Тендерстрик. Поэтому лучше начать с французских МДшек и пройти до Миражей. Сложности возникнут с Мираж Ф-1С. Улитка зачем-то его держит на одном БРе с Мираж-2000, хотя их даже сравнивать смешно. Если идти по ветке штурмовиков, то отмечу неплохой реактив Этендер. Егор, точно так же как и британский, может скидывать бомбы или запускать ракеты с помощью прицельного контейнера. И на финал это Мираж-2000D. Топовый штурмовик Франции. По премам стоит взять Як-3 и АД-4. Ватур это тяжелый бомбардировщик, но у него есть управляемые ракеты для штурмовки. Что насчет топовых истребителей, то у нас выбор между Миланом и Миражом Ф-1С-200. Оба ужасные. Швеция. Одна из самых скромных и в то же время необычных авиационных веток. Начать можно с Брюстера 239. Это тот же Баффало из американской ветки. Шведской ветки можно прокачивать все подряд. Особо плохих самолетов тут нет. Среди реактивов первым будет СК-60. У вас будет выбор брать подвесные пушки или управляемые ракеты в воздухоповерхность РБ-05. Ну а дальше по прокачке нас снова ожидает вампир, причем на этот раз аж две штуки в одной ветке. По штурмовикам все плохо. Есть Виган, но там подвешиваются все еще два Маврика и стоят они очень дорого. И еще есть А-32 Ланце, но там только бомбы. Дракен будет необычным истребителем, в том плане, что у вас есть отличная маневренность, но при этом очень быстро теряется скорость и нет ЛТЦ. В топе нас ждут МиГ-21БИС и Виган. Если про МиГа все ясно, то Виган заставляет задуматься над тактикой. С одной стороны, у нас имеется отличная маневренность, все ракурсные ракеты ближнего боя и ракеты средней дальности. С другой, быстрая потеря скорости при маневрах, большой расход горючего и не самый лучший РЛС. Так что Виган будет сложнее, чем остальные топы. По примам можно взять Периморский, БФ-109 Г-6 и Ашный Дракен. Несмотря на шесть ракет и ЛТЦ, финский Дракен будет отыграть сложнее. Израиль. Ветки поршневых самолетов советую пропустить С-199, потому что это ужасный истребитель. Ну и конечно же Б-17. Спитфайр и Мустанг прокачать можно. Ветка ватюров похожа на французскую, только с некоторыми важными отличиями. Если у первого французского бомбера нет курсового вооружения, то у израильского все присутствует. Более того, в них еще есть четыре ракеты Шафрир. По ЛТХ ватюры быстрые, но неповоротливые. Метеор NF-13 это метеор с РЛС и крыльевыми пушками. Не самая удачная модификация. Сам БАТ это супермейстер, а СААР это его переделка под американский двигатель. Самолет имеет одни из самых эффективных ракет, Шафрир-2, но по ЛТХ они средние. Для штурмовки имеется целая ветка скайхоков. Последний может нести три Маврика, две управленные бомбы и два Буллпапа. Только плавно выводите самолет из пикирования, крыло часто рвется от перегрузок. Далее у нас идет Фантом без Доплера. Нишир это копия Мираж 5J. У самолета нет ЛТЦ и скорость при маневре стеряется быстро. Впрочем, как и у всех Миражей. Квир это измененный Мираж под другой двигатель. Динамичный реактив, но опять же, ему не хватает ракет. У нас 4 АМ-9G. Да и опять же, самолет быстро теряет скорость в маневрах. Финальным топом будет Ф-16. Вот только в отличие от других Ф-16, израильский не получил АМ-7. А в качестве штурмовки нам только выдали бешные Маврики. По прямому советую Спитфайр и Скайхок. Квир получился слишком скромным подвесом. По итогу, если просматривать страны по реактивным топам, то лучшим будет США за счет Ф-16 и Ф-14. И Советский Союз за счет МИГ-29 и МИГ-23 МЛТ. Германия, скорее всего, в скором времени тоже получит МИГ-29 и станет как СССР, потому что в ее ветке есть МИГ-23 МЛА. У Франции хорошие 2000-ные мражи. Китай и Италия держатся за Ф-16, хотя у Китая могут быть и свои топы. Швеция, скорее всего, получит Гриппинг. Виггин сейчас смотрится не самым лучшим образом, но есть и те, у кого ситуация похуже. К примеру, у Израиля, который не получил АМ-7. Но хуже всего дела обстоят у Британии. Она выглядит аутсайдером на фоне остальных стран, потому что в топе у нее остался Фантом, причем не самый топовый. Лучший Фантом достался Японии. В будущем, скорее всего, Британия добавит торнадо в роли перехватчика, но спасет ли это положение? По вопросу, что сейчас прокачивать, как я уже говорил, лучше полностью прокачать ветку США. Можно прокачать поршневой авиации у Японии, Италии, Германии, Британии и у Франции, чтобы подготовить себя к первым реактивам. Насчет Советского Союза, у них на данный момент лучше прям реактив, поэтому прокачать ветку вы всегда успеете. Но Китай и Швецию можно оставить напоследок. Пишите ваши варианты в комментариях, не забываем заглядывать в описание, там много полезных видео по авиации. Ну а я вам желаю, как обычно, легких фрагов и чистого неба над головой.